Я всех приветствую. Ну и зима. Белой акварелью красилась зима. Все встали скамейки, улицы, дома. И летят снежинки, хрупкие, как стекло. А на лужах льдинки, крепкие давно. И под стегом чистым, елочки тепло. Белка наследила, и скорее дупло. Выглянула в окно я, там трещит мороз. Пес дворовый даже, плячет слабый нос. Я же прочь из дома, как снежок шлипучит. Солнце ярко светит, выйди из-за тучи. Белым покрывалом спутные пусты. Выходи кататься на коньках и ты. Ну и вчера у нас был Татьяна День. Или не Татьяна День. Татьяна День. Один лишь раз в году. Зима. Клещенские морозы. Сказала ты, я поздравления жду, а на глазах непрошенные слезы. О чем ты плачешь, девочка моя? По всем статьям красавица и умница. Быть может мне близка беда твоя, а честь и голова давно не кружится. Куплю я розы в праздник для тебя. Букет огромный, необъятный. А ты не забывай любить себя. Мужской миров, он не всегда понятный. Не всякий раз нам принесут букет. Но стоит ли печалиться напрасно? Мы сами соберемся на банкет. Мы одиночки. Туда вносим, ясно. И вот такая маленькая зарисовочка. Утро. Владимир Михайлович Сасян. Печатал когда-то в газете «Вперед». Царствие небесное. Да. Знаешь, я зашла во второй по счету храм на своем пути. Собственно, в тот, который мечтала посетить. Приметила его года три назад, когда бродила по городу. Но не зашла тогда. В храме тихо, служба идет. У меня в кармане немного мелочи. Бабушка-служительница взяла и поставила куда-то мою надружную сумку. Бабушка, свечка светлая. Божьими одуванчиками таких называют. Глаза лучистые, как на лихах стареньких икон. Я бы просила три свечи. Все равно каких. Шелек-то в сумке. Но у меня прелечное пальто. Я чуть подкрашена. Только губы слезала специально, чтобы не выделяться. Мне бы хватило денег. Но бабушка, почему? Указала на свечи в углу. Видно, для моих малоимущих. И денежку велела в ящик положить. Я нечасто бываю в храмах. Служба идет. Дьяк что-то читает по книжке. Певчие стараются. Не многочисленные прихожане молятся. Сегодня четверг. В воскресенье здесь, наверное, не столько народу бывает. Храм красивый, старинный. Кажется, с 17 века. Сориентировалась, куда ставить за упокой. Поставила за здравие. И еще куда-то, не помню. Здесь строилась впереди колонны, чтобы на врата смотреть. А меня остальным особенно не видно было. Вышел священник с кадилом. Он поклонился, мы поклонились. И с кадила дымок идет. Благовоние. Не знаю, как опустилась на камень, на колени, на камень, на ничем не прикрызый пол. Звучало церковное пение. Я крестиком плала земные поклоны. За что? Наверное, за все сразу. За тебя, за меня, за всех родных. Давно я так не молилась. Душа степенулась. Зазвучало по-новому и затихло. На улице хлопьями валил снег. Скоро Рождество. Праздничное и хорошо на душе. Села с трамвой. Еду к тебе. Надя, сграва.